Всем привет! С вами Диана Суворова и в сегодняшнем видео я начинаю серию роликов, которые будут посвящены прошедшему году. Я буду рассказывать про свою самую любимую косметику, самую худшую косметику. Также будут видео про самую необычную косметику, которую я пробовала в прошлом году и всякие непонятные гаджеты. Так что, если вам интересна эта тема, обязательно подпишитесь на канал, поставьте колокольчик себе, чтобы не пропустить эти видео. Сегодняшнее видео, конечно же, будет посвящено моим фаворитам за 2017 год. Это будет косметика, которую я неоднократно пользовалась, которую я неоднократно покупала, которую я могу советовать вам. В общем, здесь будет, конечно же, и люкс, здесь будут и бюджетные аналоги. В общем, все, чем я пользовалась. Так что, давайте уже начнем. Конечно же, я начну с очищения лица, потому что без хорошего очищения, без чистой кожи не будет хорошего макияжа и здоровой кожи. В этом году я очень полюбила двойное очищение лица по-корейски. И в этом у меня были два вот таких вот помощника. Во-первых, гидрофильное масло от The Face Shop, которое растворяет макияж, делает кожу очень чистой и приятной. Во-вторых, это гель для умывания от корейского бренда Казарекс. Обожаю его. Он прозрачный, с низким уровнем PH. После него кожа не стянута, абсолютно чистая и готова, конечно же, к уходу и к макияжу. Вместе с этим гелем я использовала еще один мой фаворит и открытие этого года. Это, конечно же, очищающая щеточка для лица от Foreo Luna Go. Это самая маленькая очищающая щеточка для лица в мире, мне кажется. У меня есть на нее полноценный тест-драйв. Вот здесь вы можете посмотреть его. Могу сказать, что этот девайс изменил мою кожу, мое привычное умывание, мою рутину. Можно сказать, что двойное очищение у меня превратилось в тройное очищение, потому что эта щеточка помогает очищать кожу еще лучше. В общем, я практически на 100% уверена, что при помощи Foreo моя кожа более чистая. На ней точно нет остатков макияжа, а макияж я ношу каждый день. Каждый день я пользуюсь каким-то плотным тональным средством, потому что я много снимаю, я хожу на какие-то ивенты. В общем, практически каждый день я с плотным тональным. И при помощи, конечно, такой щетки я могу очистить кожу еще лучше, потому что она издает 8000 пульсирующих движений в минуту. То есть тут специальная технология. И за счет вибраций, а не вращение, она помогает делать кожу более чистой. Кстати, у меня появилась вторая щеточка из моего новогоднего виш-листа. Видимо, Дед Мороз меня явно услышал. И теперь у меня есть вот такая вот версия, которая называется Foreo Mini 2. Как вы видите, эта щеточка чуть-чуть больше, она более маневренная за счет вот такой вот зауженного здесь дизайна. Ей можно достать в такие очень труднодоступные места. А скорее всего, я буду пользоваться ей дома. А с малюткой Luna Go я буду путешествовать. Кстати, скоро собираюсь в очень классное путешествие, куда возьму ее с тобой. Самая популярная тема и самая популярная рубрика у меня на канале, это, конечно же, тест-драйвы тональных основ. В этом году я впервые сделала неделю тест-драйвов, где на протяжении 7 дней тестировала только тональные средства. Если вам интересно пересмотреть все ролики, которые у меня были по тональным основам, возможно, вы в поиске какого-то, заходите в мой плейлист, там будут собраны все мои тест-драйвы. Начну я, наверное, с люкса. Тональный крем, который сейчас на мне и которым я чаще всего пользуюсь на какие-то важные события, на съемки. Это тональный крем от Lancome. Он вышел в этом году в новой такой упаковке, в новой версии. Появилось много новых оттенков. Для белоснежек здесь появились интересные оттенки. Например, сейчас на мне 005, но есть еще оттенок 008. Он вообще очень-очень светлый. Он подойдет для любого типа кожи. Он матирует, он скрывает недостатки, он очень долго держится. Тут даже написано 24 часа. И это правда. Ему можно доверить вообще самые важные события в жизни. Еще один люксовый тональный крем, которым я пользуюсь всего лишь несколько месяцев. Это тональный от Georgia Armani. Luminous Silk Foundation. Название этого тонального говорит само за себя. Luminous, то есть он светящийся. Он подойдет для нормальной и сухой кожи. Он будет давать красивое сатиновое покрытие, полувлажное. Он не будет матовое. Оно будет очень-очень легкое, практически незаметное на коже. Я его люблю для каких-то повседневных, скажем, макияжей, когда мне нужно покрытие, но, скажем так, не сильно плотное. Я его обожаю. Конечно же, его минус это его цена, это люкс, это дорого, но очень-очень классно. Ну, а сейчас я покажу вам бюджетные варианты тональных, которые меня поразили, скажем так, в этом году. Первое, которое я покажу, это будет бюджетный BB крем от корейского бренда Holika Holika. У меня здесь увлажняющая версия. Вообще, в линейке есть много других версий, которые я еще, кстати, не пробовала. Там есть и матирующий для проблемной кожи, и сияющий. В общем, у меня увлажняющая серия. Он всего лишь в одном оттенке, но он подстраивается под цвет кожи. Хорошо все перекрывает. Очень легкий, незаметный на лице, слегка влажный. Его нужно припудривать, так что для жирной комбинированной кожи не могу его посоветовать. SPF 30 прекрасный на лето. Люблю с ним путешествовать. Обратите внимание, на него тоже есть отдельный тест-драйв на канале. Следующий тональный крем это CC крем, который я, к своему сожалению, попробовала только в этом году. Однако, это бестселлер у Lumine. Это знаменитый CC крем. Наконец-то в линейке появился ультралайт оттенок для белоснежек. Он действительно очень светлый. Вот этот тональный крем я могу посоветовать для любого типа кожи. Для жирной, комбинированной, сухой, нормальной. Он абсолютно всем подходит, слегка матирует. Имеет среднее покрытие. Прекрасно выглядит на лице. Если вам интересно посмотреть полноценный тест-драйв, конечно же, заходите в мой плейлист. Там будет про него более подробная информация. Но однозначно топ этого года. Еще одно средство, которое я буквально недавно протестировала на своем канале, это супербюджетный тональный крем от Artvisage, который называется Устойчивый. Он просто поразил меня. Это действительно был какой-то бюджетный шок. За свои деньги это просто отличное качество. Легкое покрытие, совершенно невидимый на лице. Очень красиво и деликатно смотрится на коже. Я, честно говоря, под впечатлением. Посмотрите обязательно мой тест-драйв на него. Мне очень много людей написало под тем видео, что действительно довольны этим тональным. Это очень хороший знак. Это значит, что мое мнение совпадает с вашим. Это очень круто. Кстати, все ссылки на продукты, которые я буду сегодня показывать, вы найдете внизу под этим видео. Я всегда любила наносить тональные средства кистью. Однако в этом году я познакомилась вот с такими интересными спонжами от Real Techniques. У меня здесь есть как раз вот использованный. Им намного удобнее и приятнее наносить тональный крем. Он тогда тоньше распределяется. Красиво смотрится на лице. Так что вот эти вот спонжи я отправляю тоже в фавориты года. Любимый консилер. Здесь, конечно же, несомненный мой фаворит уже несколько лет. Консилер от Maybelline. У меня здесь все еще американская версия. Однако он недавно появился на рынке Украины и России. Ура! Потому что это действительно классный бюджетный консилер с удобным аппликатором. Аппликатор Cushion, который можно хорошо нанести тональный, распределить его. И потом только поправить кисточкой или пальцем. В принципе, это все. Он прекрасно перекрывает, не сушит зону под глазами. Этого консилера вам хватит на очень-очень долго. И если вы еще не пробовали, обязательно его попробуйте. Если идти по схеме макияжа, то следующая у меня должна идти пудра. И в этом году я открыла для себя вот такую пудру от NYX, которая называется No Filter. Она очень похожа на аналогичную пудру от MAC, Mineralize Skin Finish, известная пудра. Это пудра, которая закрепит вам макияж. Она не сильно матирует, потому что она имеет такой сатиновый приятный финиш. В комплекте вы не найдете никакой аппликатор. Для некоторых это минус. Для меня же, в принципе, все равно, потому что я пользуюсь всегда своей кистью. Так что обратите внимание, если в поиске хорошей пудры. Более дорогой вариант, который всегда стоит у меня на моем рабочем столе, это такая рабочая моя пудра. Это вот эта красивая пудра от Anna Sui. Она у меня попала в видео о самой красивой пудре в мире. Посмотрите на эту пудреницу. Я ее продолжаю пользоваться с тех пор, как впервые попробовала. Вот так вот она выглядит. Здесь уже немножко испачкалась пуховка. Это рассыпчатая пудра. Всегда ее использую в макияже, когда крашусь перед съемкой. Хватит мне ее еще на несколько лет, я думаю. Следующая категория, это, конечно же, продукты для контурирования. Если говорить о кремовом контуринге, у меня здесь было несколько фаворитов. Во-первых, это двухсторонний стик от Maybelline. Мне очень нравится сторона для контуринга. Она как раз не рыжая, а серо-коричневая. Такая, как натуральная тень у вас должна быть на лице. Если меня Maybelline сейчас смотрит, пожалуйста, выпустите полноценный стик. Вот без этого белого хайлайтера будет просто идеально. Если говорить о стике, который мне очень понравился, это будет стик от Fenty Beauty. Это вообще бренд открытия этого года. Здесь как раз все как надо. Полноценный стик, которым удобно пользоваться. У меня в оттенке эмбер. Он серо-коричневый, хорошо подойдет для белоснежек. Если у вас более темная кожа, смуглая, он вам не подойдет, потому что он действительно серый. Он прям землянистый. Но мне он, кстати, очень понравился, в отличие от контуринга Ким Кардашиан. Но видео об антифаворитах будет чуть позже. Там я расскажу, что мне не понравилось. Если мы говорим о сухой коррекции лица, несомненно, мой фаворит это Ник Стал. Бюджетный корректор, который должен быть у каждой девушки. Если говорить о люксовом контуринге, здесь, конечно, люкс подтянулся. Например, у Yves Saint Laurent вышла классная палетка для контуринга с таким правильным оттенком. Также у Lancome вышла вот такая интересная палетка. Контуринг, бронзер и хайлайтер. Очень красивые оттенки, тоже подходящие для белоснежек. У меня в оттенке light to medium. Румяна я буду пропускать в этом году, потому что я, честно говоря, не любитель румян. Я редко ими пользуюсь, потому что имею свой хороший румянец. Я сразу перейду к хайлайтерам. И любимый хайлайтер, который я часто использовала, который у меня сейчас на лице. И вот когда он у меня в видео, меня часто спрашивают, что за хайлайтер. Это хайлайтер от Fenty Beauty. Он называется Lightning Dust и Fire Crystal. Это двойной вот такой вот хайлайтер. Посмотрите, какие красивые оттенки шампанского. Здесь есть хайлайтер более мелкого помола и чуть-чуть крупного с такими блесточками. Вот вдвоем они дают просто очень красивое сияние, свечение. Я все еще в поиске какого-то бюджетного хайлайтера, который можно вам посоветовать. Если вы знаете классный бюджетный хайлайтер, пожалуйста, напишите в комментариях, чем вы пользуетесь. Я постараюсь тоже протестировать, может быть, сделать отдельное видео. Пока что в этом году мне очень понравился Fenty Beauty. Вообще хайлайтеры в этом году взорвали интернет. И макияж у нас были, и гелографические хайлайтеры, и какие-то жидкие хайлайтеры, и стики, и все что угодно. Входим уже к макияжу бровей, глаз и губ. Для бровей мне очень нравился в этом году вот эта новинка от NYX. Это карандаш для бровей в интересном таком дизайне. С одной стороны, здесь у нас удобная щеточка для бровей. И с другой стороны, очень интересный карандаш. Чем он мне понравился? Во-первых, он плоский, во-вторых, он очень тонкий. Он практически сам вам нарисует ровную линию. Что мне еще нравится, в коллекции очень большая линейка оттенков. У меня самый популярный, это, конечно же, Ash Brown. Если вы блондинка, то обратите на оттенок Blonde. Если вы рыжеволосая девушка и хотите, чтобы ваши брови совпадали с оттенком волос, там даже есть оттенок и рыжий, что очень, кстати, большая редкость. Так что обратите внимание на этот карандаш. Самая интересная номинация, это, конечно же, палетки теней. Здесь у меня есть несколько вариантов. Во-первых, самая интересная лимитка этого года, это коллаборация Morphe и Jaclyn Hill. Здесь очень красивые оттенки теней на все случаи жизни. Единственное, что мне не хватает, это, конечно же, более холодных оттенков, скажем так. Здесь все-таки она очень теплая. И надо сказать, что теплая гамма самая модная и трендовая в этом сезоне. Также часто рука у меня ктянулась вот к этой палетке от Too Faced. Sweet Peach она называется. Она очень вкусно пахнет персиком. Она тоже в теплой гамме. И надо сказать, что я практически приручала себя и приучала себя пользоваться теплыми оттенками. Не могу сказать, что лично мне они идут, но я часто их использовала в каких-то макияжах. И, в принципе, при правильном сочетании оттенков, даже на холодной внешности, вот такие теплые оттенки, будут смотреться красиво. Обожала ее и часто как-то рука к ней тянулась. Кстати, в очень многих видео у меня макияж был сделан вот этой палеткой. Это Zoeva Cafe. Здесь прям вот не все оттенки нравятся, все очень интересные. В общем, практически всеми пользовалась, возможно, за исключением вот этого темно-зеленого и вот этого фисташкового. Номинация «Самый быстрый макияж» это победила вот эта палетка от NYX Cosmic Metals. Здесь очень интересные ходовые оттенки. Особенно мне нравится вот этот фиолетово-тауповый. Видите, он больше всего у меня стерт, потому что я просто брала плоскую кисточку, наносила его на все веко, растушевывала в складку, красила ресницы и это был мой макияж на каждый день. Точно так же я могла проделать, в принципе, со всеми оттенками, кроме вот этих двух светлых. Их я добавляла во внутренний просто уголок и было супер. Здесь нет ни одного матового оттенка, но как ни странно, на глазах смотрятся эти тени очень красиво. В номинации «Любимая люксовая тушь» у меня есть любимица. Это тушь от Lancome. Это относительная новинка, скажем так. Тушь, которая меня не подводила, не отпечатывалась, не осыпалась, не смазывалась. Так что Lancome получает пятерку. Мне очень понравилась эта тушь. Если вы все-таки за то, чтобы не тратить деньги на люксовую тушь, то у меня здесь есть два варианта как раз для вас. Во-первых, моя любимая «Лаш Сенсейшнл», которая в прошлом году стала тушью года. То в этом году вышла версия в интенсивно черном оттенке. Она мне тоже очень нравится. Продолжаю ей пользоваться. Также могу вам посоветовать вот эту тушь от L'Oreal, от которой пищат все зарубежные блогеры. Поначалу я как-то не распробовала ее. Я накрасила ей пару раз ресницы, вернулась к своей обычной туши. Но спустя какое-то время, примерно через 2-3 недели, тушь начала очень круто работать. Мне нравится ее вот такая изогнутая щеточка стали. Она делает тоже очень пушистые ресницы. Самое главное, что она, конечно же, не сыпется, не смазывается. Подойдет для очень жирных век. Если у вас есть опыт использования этой туши, пишите мне в комментариях. Какой же хит-парад без классной помады? В этом году я перепробовала очень много помад. Swatch Video – это самое популярное видео у меня на канале. Вы их любите, я их тоже обожаю. У меня была неделя Swatch Video, и это было очень круто и здорово. Это был большой челлендж для меня. Что же в итоге мне понравилось за год больше всего? Конечно же, это помады от Maybelline Matte Ink. Это действительно самые стойкие помады, которым можно доверить любое событие. Свадьбу, выпускной, день рождения, вечеринку. У меня сейчас на губах 2 оттенка. Я сделала такой небольшой омбре. Здесь оттенок 15 и оттенок 10. Также мне очень нравится оттенок 20. Я с ним делала свой новогодний макияж. Это если вы ищете, например, стойкую красную помаду. Так что присмотритесь. Это обалденные помады. Ну что же, с декоративной косметикой это, пожалуй, все. Сейчас я хочу показать вам аромат, который мне очень понравился в прошлом году. И с которым у меня связаны теплые воспоминания. Потому что я была на запуске этого аромата в Праге по приглашению Тиффани. И это одноименный аромат Тиффани. Это было вообще невероятное событие. Если вы подписаны на мой инстаграм, то вы должны были видеть пару фотографий с этого события. Влоги я, к сожалению, уже не делаю на своем канале. Поэтому вся самая интересная информация всегда в инстаграме. Подписывайтесь. Самая приятная новость и неожиданная для меня, что этот аромат запустился уже в продаже в Украине и в России на сайте Letoo.ru и Letoo.ua. Вы уже сможете купить, в общем-то, любую версию этого аромата. У меня здесь версия 50 мл. Есть еще версия 30 мл. и 75 мл. Флакон этого аромата выполнен в точности так же, как знаменитая огранка бриллиантов этого ювелирного дома. Это, кстати, первый аромат за последние 15 лет, который выпускает Сиффони. Сам аромат приятный, нежный, ненавязчивый. Он цветочный, немного с ирисом, немного с мандарином. Мне он, кстати, нравится. Сейчас надо его немножко вдохнуть и ощутить всю прелесть. Он не стойкий, он не шлейфовый. Но мне он нравится и, в принципе, это универсальный аромат, который подойдет для любого возраста. Мне всегда приятно пользоваться этим ароматом, потому что у меня с ним связаны такие нежные, приятные воспоминания об этой поездке. А если вам тоже интересно узнать, как пахнут бриллианты от Сиффони, то, конечно, зайдите в ближайший лутуаль или бракард. И, в общем-то, вы сможете это ощутить на себе. Также не могу не отметить мои любимые украшения, в которых я часто появляюсь в своих видео, которые я часто ношу в повседневной жизни. Это серебряные украшения от Пандора. Вообще, Пандора у меня всегда ассоциировалась вот с этими браслетиками, с шармиками. Все от них без ума, все их любят, собирают на всякие праздники. Браслеты меня не так интересуют, как, например, подвески и кольца. Это мои любимые украшения. Я часто их меняю. Вот в этой шкатулке я храню свои украшения, которыми я часто пользуюсь. Здесь у меня в основном украшения Пандора. Кольца, всякие интересные украшения. Например, вот эта подвеска с последней коллекцией Дисней, Пандора и Дисней с маленькими Микки Маусами. Такое, знаете, под футболку подойдет. Мое любимое украшение в виде вот такого вот кольца. Также мне нравится, что эти украшения между собой очень хорошо миксуются. Так что это ответ на вопрос, что за украшения у меня всегда в моих видео. Ну что же, это были все мои фавориты за 2017 год. Впереди вас ждет еще видео о моем уходе. Также видео об антифаворитах. Видео о самых странных продуктах. Ну и с наступившим вас Новым годом. Всем пока!